Всем привет! Друзья, сегодня у меня на обзоре планшет! Планшет, я бы сказал, такой, который я хотел себе сам и представлял его в своих мечтах. Такой планшет, да? Как бы это громко не звучало. Ну, типа как планшет моей мечты или идеальный планшет для Димы Вайпера. Короче, это Аукетель. Да, это не самый топовый бренд, можно так сказать, но планшет интересный. Называется OT5. Вот такое название необычное, да? OT5. Что это значит, не знаю. Но это Аукетель. Аукетель делает и телефоны, и планшеты. Чем он мне понравился? Во-первых, это тем, что у него большой 12-дюймовый экран. То есть мне сейчас нравятся реально большие планшеты. Стандартная диагональ это 10 дюймов, 10,5. Здесь повышенная диагональ, то есть он реально здоровый, 12. Здесь увеличенная батарея, то есть это нам говорит о том, что я его не буду заряжать сильно часто. 11 тысяч миллиампер. И у него много памяти. 12 оперативки, 256 внутренней памяти. Сейчас его отдают, внимание, не дешево, не дешево. 38 тысяч продается в двух цветах. Это серый и синий планшет. Да, около 40 тысяч просят китайцы за эту модель. Ну, возможно, будут какие-то скидки, распродажи, пока цена установлена такая. Приходит он вот в такой коробке. И внутри уже есть чехол, который превращается в книжку. То есть чехол-подставка. Вот, в подставочку он превращается. Вот так вот можно раз поставить. И он у вас будет на столе держаться, вот так стоять. Чехол-книжка, да? Чехол-книжка. Сам планшет. Сейчас покажу вам. 12 дюймов экран. О, 8 250 батареи. Не 11, а 8. Почему-то в спецификациях некоторых написано, что 11 тысяч. Но памяти здесь именно 12 256. Причем оперативка еще и расширяемая. Есть стилус для того, чтобы что-то рисовать на своем планшете, да? Вот он, двухсторонний. Двухсторонний стилус. Также блок питания черного цвета с выходом Type-C мощностью 18 Вт. Кабель Type-C. Инструкция. User Manual. И должна быть еще где-то скрепка, чтобы открыть сим-латок. Да, вот она идет в комплекте также. Сейчас вам покажу сим-латок. Опа. Открываем. Коробочку можно пока убрать. Она нам больше не пригодится. Еще у этого планшета, если присматриваться, необычный блок камер. Как будто что-то тут прозрачная крышечка, да? И там внутри какие-то микросхемы. Но на самом деле это просто чисто сделано для красоты, конечно же. Итак, смотрим, где у него сим-латок. Сим-латок находится снизу. На нижнем торце, где находится разъем для зарядки. Сим-латок здесь поддерживает установку либо двух сим-карт, либо одной сим-карты и флешки. То есть он с поддержкой мобильного интернета. И по этому планшету можно даже кому-нибудь позвонить. Так, что по элементам питания? Вот такие вырезы под динамики разной формы. Разъем для зарядки USB Type-C. С этой стороны у нас кнопка включения красного цвета, качелька громкости. С этой стороны опять-таки два динамика. И здесь ничего нет. Разъема для наушников 3,5 мм здесь нет. Так что музыку желательно слушать через наушники беспроводные. Опа! Первый момент. Не могу до конца вставить сим-латок. Вот, все. Чуть-чуть надо было сильнее придавить. Задняя крышка металлическая, алюминиевая. И есть такая вставка пластиковая под антенны. Ну и, собственно говоря, все. Эту наклейку можно пока убрать. Два e-mail, как на двухсимочных телефонах. Модель OT5. OT5. Так, все. Вот так выглядит. Дизайн простой. Вспышка предусмотрена на заднюю камеру. HD-камера написана. Снимаю пленку. Под ней скрывается еще одна пленка. Глянцевая, защитная на экране. И включаю планшет. Зажимаю кнопку питания. И поехали. Все, планшет у меня включился. Ну, вот я и попал на рабочий стол этого планшета. Я сейчас сделаю яркость чуть побольше, чтобы максимальная яркость была. Да, экран бликует. Экран глянцевый. Здесь у него вверху находится фронтальная камера. Тяжеленький такой планшетик. Одной рукой его держать неудобно, потому что уже, ну, так, оттягивает руку, да и просто он большой. Просто комфортнее держать его двумя руками. При этом рамка не сильно большая. Примерно вот с толщину, наверное, мизинчика. Даже еще чуть меньше. Кажется, что ты просто держишь кусок экрана. Очень приятный планшет. Мне нравится, что такой огромный экран. Прям чувствуется какой-то простор, раздор. Такой, ну, прям классный, да? Такой. Ух, какой экран у меня. Посмотри. О, какой здоровый. Причем здесь экран такой, я бы сказал, не сильно навороченный. Это обычный IPS-экран. Но при этом он довольно насыщенный. Красивые яркие краски у него. Есть регулировка автоматической яркости. То есть вы можете вообще забить на это, поставить автомат и регулировать. Пускай доверить планшету, чтобы он сам все это регулировал. То есть есть датчик освещенности здесь. Дальше можно изменить время отключения экрана. Три сенсорных кнопки для управления внизу. Темная и светлая тема. Все как всегда. Можно сделать чуть-чуть побольше масштаб значков и текста. Есть режим защиты глаз. Ночная подсветка называется. Черно-белого эффекта здесь я не вижу. То есть чтобы планшет становился черно-белым. Ну и вот, собственно, все. Такие базовые настройки. Знаете, ничего сверхъестественного. Можно поменять обои. Также планшет работает у нас на Android 13 версии. Сейчас в данный момент. В дальнейшем возможно обновиться. Running Memory. Это у нас функция расширения оперативки. Но почему-то опять не показано. О, все. Сбой. Не показано, во-первых, насколько ты расширяешь. И почему-то этот пункт недоперевели на русский язык. Тут вот видите. Что-то я ползунок двигаю. А насколько я прибавляю, непонятно. Все. И тем более приложение вылетает. Думаю, что-то с прошивкой пока еще. Надо прошивку ждать. Стабильную. Разрешение, кстати, здесь 2К. Это 2000 на 1200 пикселей. Конечно, если присматриваться прямо вблизи, пиксели будут заметны. Ну, а если так примерно на расстоянии 40 сантиметров смотреть, то пиксели не видны. Есть функция звонков. То есть, вставляете сюда свою сим-карту. И можно, пожалуйста, общаться. Если у вас сим-карта не заблокирована, там, тариф оплачен, то все, пожалуйста, интернетом можете пользоваться. Звонки совершать, сообщения писать. То есть, все делать как на телефоне. Единственное, что вы не сможете здесь делать, здесь нет модуля NFC. Вы не сможете оплачивать покупки бесконтактным способом. В отличие от телефонов, здесь NFC нет. Ну, я знаю крайне мало планшетов, у которых есть NFC. В основном, в планшетах даже его и не ставят. По процессору это Helio G99. Сверхпопулярный процессор. В первую очередь из-за мобильных телефонов. Да, сейчас практически каждый второй, наверное, китайский телефон среднебюджетного сегмента имеет процессор Helio G99. У него два мощных ядра A76 Cortex 2200 и шесть энергоэффективных ядер Cortex A55 с частотой 2 ГГц. Видеоядром Ali G57. Памяти внутренней много, 256 ГГц. Плюс можно еще флешку поставить. В Antutu это все набирает примерно 400 тысяч баллов. Сейчас покажу результат. Даже больше 437. Но это за счет большой еще памяти здесь влияет объем памяти. Греется до 28 градусов. Представляете, это очень холодное устройство. Прям супер холодное. И всего 2% теряет аккумулятора во время прохождения теста. Мультитач тест у меня показывает 10 касаний одновременных. Все нормально, все четко. Скорость памяти 890 МБ в секунду на чтение, 600 на запись. То есть это UFS 2.2. Быстрая память. Ну и троттлинг тест. Helio G99 никогда не был троттлищим процессором или каким-то горячим. Ну и тут, как вы видите по графику, тоже даже в начале какой-то был небольшой, небольшая заминка. Почему-то он не работал на максималках. А потом уже в середине теста наоборот производительность поднялась на 100%. То есть какое-то время он как будто набирал обороты, а потом начал уже работать прямо на максималках. И самое прикольное, поиграть на этом планшете, либо посмотреть что-то, потреблять контент. Потому что большой экран раскрывается именно в каком-то контенте. Не просто на значки смотреть и тыкать по меню настройкам, а просто что-то делать, взаимодействовать как-то с этим большим экраном. Я поставил максимальную яркость и максимальную графику в игре GTA San Andreas. И если вдруг у вас нет компа, если вдруг у вас нет какого-то мощного телефона, вы можете просто скачать эту игру и пройти ее полностью. То есть просто заняться прохождением игры. Это будет как замена какого-нибудь ПК, ноутбука. Вспомнить, так сказать, классику и попроходить. Потому что, ну а что, пришел так домой вечером, да, сел, поиграл минут 30-40, попроходил. И все. Графон здесь отличный. Управление с помощью пальцев. Две руки. Оп-хоп. Здесь одна часть, там другая. Вот и все. Бегаешь так. Проходишь игрушку GTA San Andreas. Ну, также можно сюда кучу игр накачать. Практически все игры будут идти в идеале, но единственное, что не на максимальной графике. Некоторые моменты, да, будут идти, отображаться. Ну, максимальная графика здесь как бы не особо, наверное, важна. Так. Тут именно размер экрана, размер экрана полностью тебя погружает в игру. Так. Ну и динамики здесь, походу, стерео разнонаправленные. С двух сторон 4 динамика. Так. Прыгаем на байк и поехали. Ну вот, как вы видите, все отлично идет. Вот. Самая-самая высокая графика сейчас у меня установлена. Сейчас хочу развернуться. Резко. Точнее не развернуться, а повернуть. Где тут поворот какой-нибудь сейчас будет, нет? Уи! Да уйди ты! Вайн-вуд, Вайн-вуд. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как я неудачно-то свалился. Ну или вот, например, как идет PUBG. Тоже поставил максимально возможную графику. В целом, картинка довольно симпотная. Все такое красивое, яркое, большое. Прям, ну реально, после телефона игры открываются с новой стороны. Даже те же игры, в которые ты играл на телефоне, на планшете, выглядят как-то иначе. Не знаю, как объяснить. Ну просто потому, что все кажется такое здоровое, большое, объемное, красивое. Даже графика не топовая. Просто из-за того, что все большое, кажется, что, блин, как-то прикольно даже играть. Непривычно после телефона. Так, давайте сейчас попробую взять вот этот красивый бигфут большой, который стоит у меня там впереди. Надеюсь, никто его не займет до меня, пока я тут бегаю. Хоть что-нибудь возьму, так сказать, для самозащиты сейчас. Если вдруг кто нападет на подходе к бигфуту. Так, еще сюда зайду. Какую-нибудь аптечку здесь найду полезную. Ой, 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 ой. Эти рандомные нажатия меня бесят, когда пытаюсь повернуть камеру, а нажимаю на выстрелы. Так, а вот это интересно. А вот это интересно. Да, опять. Вот он добрался до бигфута. Так, давайте еще в этот гаражик зайдем быстренько. Может, что тут? Вот, вот, уже кто-то есть. Уже кто-то пришел. Уже кто-то пришел. Так, все. Погнали, 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 погнали. Вот такую бы тачку себе. Смотрите. Какие колеса здоровые, да? Еще офигеть. Гигантский просто. Но она медленная, блин, она медленная и плохо управляется. Вот эта, мне кажется, получше должна управляться. У нее колесики поменьше. Так. Да, вот эта более управляемая рулится лучше. Ну-ка, по скорости. А по скорости примерно то же самое, что и бигфут. Может, чуть-чуть побыстрее. Но управляется сто процентов лучше. Такая же стоит бричка. Какая-то интересная локация. И снег, и трава, и желтая трава, и какая-то зеленая. Итак, это у нас YouTube. Значит, вот так вот идет ролик. 16 к 9 соотношения сторон. Вот так вот на весь экран. Изначально почему-то запускается в очень низком качестве. Прям все такое пиксельное. Поэтому приходится заходить настройки. И качество автоматически повышать. Хотя у меня сейчас вроде быстрый интернет. Но он почему-то на 360 включил. Так, давайте Full HD. Я прям сейчас принудительно поставлю. Прям Full HD 60 кадров. Так, все, переключилось. Ну и вот как он Full HD видео тянет, конечно же. Ну, с Full HD видео вообще проблем, естественно, быть не должно. У такого мощного процессора. 60 кадров в секунду точнее. Качество нормальное. На YouTube сейчас можно Zoom делать. Какую-то определенную область. Да, очень удобно тоже. Раз, там видео что-то хочешь рассмотреть. Бац, зазумил как фотографию. Все, и смотришь дальше. Что-то как-то он слабовато Wi-Fi у меня принимает. Прям нахожусь возле роутера. А Full HD видео что-то долго грузится. Интересно, почему так. Да, что-то как-то. Да, Wi-Fi как-то у него прием сигнала. Ну, вроде все палочки у Wi-Fi. Да, полный значок. А вы знали, что у этого планшета экран занимает 86% общей площади этого планшета. То есть 86% и всего 14% под рамки. Это высокий показатель. Но на некоторых телефонах уже около 90% сейчас. О батарее. Непонятная ситуация. Здесь было написано 8 с чем-то. В спецификациях 11 тысяч. Я так и не понял, какая здесь на самом деле батарея. 12 дюймов. Понятно, это экран. Соотношение сторон экрана 5 к 3. Разрешение 2К, как я уже сказал. Планшет одной рукой держать неудобно. Потому что он весит 560 грамм. Толщина его 7,5 миллиметра. 7,5 миллиметра это его толщина. По поводу камер. Какие здесь камеры? Ну, камеры здесь довольно простенькие. Это 8 мегапикселей фронтальная камера. 16 мегапикселей задняя камера. И 2 мегапикселя камера макро тоже задняя. То есть всего 2 камеры задних. Ну, макрокамера, я думаю, вы понимаете, что она особо тут как бы и не нужна. Давайте сделаю селфи. Ох, что-то. Такое чувство, что уже фильтры включены. Ну, это да. Это 8 мегапикселей. На самом деле кажется, что мегапикселя 3 всего лишь. Качество, конечно, очень посредственное. Фотка получилась такая серая. Как на самые-самые ранние китайские смартфоны. Начало десятых годов. Качество прям вообще очень плохое. Так, по поводу видеозаписи. Не могу найти настройки. Где здесь настройки? Все какое-то слишком простое. Я отвык уже от такого приложения. Смотрите, я даже настройки не могу найти. Никакого значка нет. Типа шестеренки, где можно переключить качество видео. Да. Странно, очень странно. Так, а на заднюю камеру тоже не могу никак посмотреть. Галерея. А, вот. Наконец-то. Качество записи видео в Full HD и даже 2К. Можно снять 2К на заднюю камеру. Так. А на фронтальную? А на фронтальную? Full HD. Full HD видосики можете снимать. Но качество так себе реально. Задняя камера имеет зум. Зум четырехкратный. Цифровой. Так, и фото. Тестовое фото. Смотрим. Ну, задняя камера не намного лучше фронтальной. Ну, и как вы видите, здесь вот даже, наверное, вторая, третья, третья, четвертая тоже плоховато видна. Наверное, пятая строчка видна более-менее. Хотя тоже тут буквы сливаются. Сильно приблизить он не дает. Ну, обычные камеры. Обычные примитивные камеры. Есть, кстати, у планшета разблокировка пылит СУ. С помощью фронтальной камеры это присутствует. Также быстрая зарядка, как я уже сказал. Но заряжаться все равно будет довольно долго из-за большого объема аккумулятора. Есть функция разделения экрана на приложение. Допустим, одно приложение можно разделить. То есть, экран можно разделить на два приложения. Но опять-таки, я почему-то не могу разобраться с этим, как это сделать. Опять пытаюсь вот сейчас зайти в многозадачность, как-то его задержать. Приложение, которое я хочу разделить. Вот, смотрите, что это такое. Не получается. То есть, пока я не могу понять, как тут механика, как тут взаимодействие. Как будто недопиленное. Чистый андроид, но как будто что-то недопиленное. Как будто чуть-чуть еще не хватило времени поработать над прошивкой. Так, ну и звучание. Давайте послушаем сейчас максимальную громкость. Четыре динамика. Вот так планшет звучит. Проблема лишь в том, что если ты его будешь держать вот таким вот образом, играть или смотреть что-то, то два динамика у тебя просто закроются ладонями. То есть, ты вот так вот одну руку зажимаешь динамик, второй рукой тоже. Можно было их сделать как-то, не знаю, может быть, чуть повыше, да? Один здесь, другой здесь, чтобы не закрывал вот этой нижней. Как его нужно держать? Только вот так, наверное, вертикально, чтобы не закрывать руками динамик. Ну, а так не всегда можно смотреть какой-то видеоконтент. Потому что видео все, как правило, в горизонтальной ориентации. Если только листать ленту видео типа YouTube Shorts, там вертикально, да? Ну, не знаю. В общем, расположение динамиков как бы нормальное с одной стороны. С другой стороны, если держишь так, то закрывается динамик. Звук, могу сказать, на четверочку. На максимальной громкости уже начинает немножко так скрип какой-то появляться неприятный. То есть, ну, чуть-чуть так неприятно уже становится слушать. Качество проседает. Итого, что я могу сказать по этому планшету? Ему бы немножко допилить софт. Я думаю, полный перевод сделать прошивки на русский язык, потому что некоторые моменты недопереведены. Дизайн мне нравится. Экран тоже неплохой. Экран реально здоровый, яркий, классный, сочный. По поводу частоты обновления я вот еще не забыл посмотреть. Ну, по-моему, здесь 60 Гц. То есть, не сделали плавно, да? Экран. Настройки частоты я здесь не увидел. То есть, частота стандартная 60 Гц. На мой взгляд, можно было сделать хотя бы уже 90. Было бы чуть поприятнее. Ну, а так, главные плюсы. Это большое количество памяти, большой аккумулятор, большой экран и поддержка SIM-карт. То есть, можно пользоваться как телефоном. И можно пользоваться мобильным интернетом. Есть также здесь GPS, можно пользоваться как навигатором. В общем, такой универсальный планшет. Ему бы реально дотянуть еще немножко по прошивке. Сделать все более, что ли, оптимизированно. И хотя бы, как минимум, года два обновлений стабильных. И тогда было бы вообще супер. Ссылку я оставлю в описании. Кстати, хорошо еще, что положили такой добротный чехол. Даже можно уже ничего отдельно не докупать. Потому что, ну, по сути, это уже чехол реально такой хороший. Не просто какой-то силиконовый, там, самый тоненький. А уже с защитой экрана. Уже с функцией подставки. В общем, удобно. Все. Всем спасибо. Всем пока. Чао.